Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Уральском музыкальном колледже большой праздник – вручение аттестатов нашим девятиклассникам. Под ваши аплодисменты я приглашаю их на сцену. Аплодисменты. Слово для приветствия и вручения аттестатов предоставляется директору Уральского музыкального колледжа Эльвире Глебовне Архангельской. Дорогие выпускники, уважаемые родители и преподаватели, сегодня вы получаете первый в своей жизни официальный документ. Это очень волнительное, очень приятное и очень торжественное событие в вашей жизни. Хотя мы с вами, наверное, все прекрасно знаем, что ни в коем случае этот документ не должен быть последним. Это должен быть лишь тот самый базис, на котором творческая, личная, умственная деятельность и судьба наших детей будет только базироваться. И мы уверены в том, что их ждет прекрасное будущее. Они очень хорошо сдали ген. Хорошо по математике, абсолютно блестяще по русскому языку, с чем я поздравляю и класс, и нашего великолепного педагога Эльву Матвеевну. Потому что 25... АПЛОДИСМЕНТЫ 20 пятерок из 27, только одна тройка. Это, конечно, результат блистательный. Что я хочу вам сказать? Ну, прежде всего, родители, посмотрите, пожалуйста, какие у вас внезапно оказались красивые взрослые дети. Вот мы на них смотрели, они бегали, как маленькие, мы все привыкали к тому, что они у нас средняя школа, и вдруг оказалось, что у нас роскошные девушки, уже совершенно сформировавшиеся, женственные, обаятельные, такие мужественные мужчины, молодые люди. Пожелаем им счастья, всяческого, удачи всяческой и, конечно, огромной работы. Дорогие дети, я последний раз вас так называю, потому что с 10 класса все, вы становитесь среднепрофессиональным учебным заведением в полной мере. Теперь уже у вас будут сессии, а не просто оценки за четверть. Теперь уже не только права, но и обязанности у вас будут совершенно иные. И теперь вы называетесь в десятилетке старшие классы. Поэтому я желаю всем, тем, кто остается и тем, кто уходит, настоящей взрослой зрелости в действиях, в понимании, в помыслах и в результатах. Дорогие ребята, которые покидают наше учебное заведение, я думаю, что вы со мной согласитесь, это были счастливые годы в вашей жизни. И даже уходя из десятилетки, из Уральского музыкального колледжа, вы все равно остаетесь нашими родственниками. Я всегда говорю, что одноклассников, как родственников, их не выбирают. Вот они уже есть, и они на все жить с вами. Поэтому приходите, вы всегда здесь дома, и мы всегда вам рады. Поэтому успехов, успехов и еще раз успехов во всем. Аттестат в основном обшем образовании получает Елизавета Захаровна Винникова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И они получают способность, уходство, достижение поставленных целей и взятие профессионального решения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аттестат получает Мария Николаевна Судакова. Аттестат получает Елизавета Андреевна Каптикова. Аттестат получает Семен Иванович Кузнецов. Аттестат получает Дарья Сергеевна Руденко. Аттестат получает Константин Юрьевич Гаев. Аттестат получает Марина Валерьевна Цхаль. Аттестат получает Александр Викторович Соколов. Аттестат получает Софья Евгеньевна Шелезнякова. Аттестат получает Глеб Георгиевич Луконин. Аттестат получает Екатерина Константиновна Лекомцева. Аттестат получает Елена Евгеньевна Хайко. Аттестат получает Анастасия Игоревна Колесова. Аттестат получает Юлия Сергеевна Муравьева. Аттестат получает Полина Сергеевна Орлова. Аттестат получает Никита Александрович Дементьев. Аттестат получает Мария Амангельдыевна Жангаулова. Аттестат получает Ксения Глебовна Вильнянская. Аттестат получает Иван Владимирович Лазуков. Аттестат получает Анна Борисовна Новакус. Аттестат получает Анна Борисовна Новакус. Аплодисменты. 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 Дорогие друзья, все наши дети с документами, я передаю слово Святонне Владимировне. Вторая мама. Есть ли она у человека? Конечно, есть. Как правило, второй мамой мы называем учителя начальных классов. Именно она принимает детей в первый класс. Именно она ведет их за руку по дороге знаний. Слово предоставляется Елене Анатольевне Кругловой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы волнительно? С таким удовольствием я смотрю на вас, люди мои хорошие, мои замечательные дети. Радуюсь за вас и поздравляю с этим этапом жизни, который у вас случился. У вас еще впереди учебы с капельной статологией. Для вас было очень-очень много и долго вам учиться. Всем желаю успехов, удовольствий, наслаждения этой жизнью, радости. У вас все складывается отлично, замечательно и хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ А продолжила путь по учебной жизни Елена Матвеевна Глухих, став классным руководителем для этих ребят с 6 класса. Ей и предоставляется слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Это та жизнь, она даже во сне не снилась. Мне всегда казалось, что литература и история – это те две стихии, которые должны править детьми. Оказывается, нет. В этом мире всем правит музыка. И мне приходилось, конечно же, принимать эти очень строгие и мудрые правила игры. Потому что очень многие вещи приходилось просто подчинять тому, что связано было с музыкой. Открытий было очень много, было очень много удивлений. Самое первое – это огромные глаза Маши Судаковой. Когда мы еще даже не познакомились, она врывается в 313 кабинет и ее фраза – «Вы животных любите? А какие у вас животные?» Второе огромное удивление – это когда в 6 классе мы должны были выбирать, какой открытый урок проводить – русский и литературу. И 6-й афором сказал – «Конечно, литературу». Это тоже было очень здорово. Грустно, конечно, когда в сентябре я не увижу чьих-то глаз. Но мне кажется, те ребята, которые от нас уходят, они получили такой заряд творческой энергии и творческой активности, что, подобно лирическому герою раннего Маяковского, в любой аудитории они смогут сразу смазать карту будня плеснувшей краской стакана и, конечно же, показать на блюде студня косы из пола и океана. А уж точно сыграть актерам на флейте водосточных труб им, конечно, будет под силу. Очень много хочется сказать, но я думаю, что сегодняшний вечер он будет продолжен. И я очень хочу закончить пожеланиями, которые давным-давно написал мой учитель Ася Михайловна Сапира. Мне очень нравятся эти слова, и мне кажется, что с ними можно просто шагать по жизни. Я немножко волнуюсь, поэтому... Вам не дано избегнуть заблуждений, не избежать докучливых забот, не спрятаться от ложных представлений и не уйти от жизненных невзгод. Но жизнь воспринимайте без обмана, готовясь в ней и мыслить, и страдать, и веруйте не в силу талисмана, а в силу, что дают отец и мать. Удачи вам, ребята! И продолжая тему, начатую Еленой Матвеевной, о силе, которую дают и отец и мать, я хотела бы предоставить слово нашим уважаемым родителям, которые долгое время всегда рядом с детьми. Точно так же они здесь и сегодня, в этом зале. Уважаемые родители, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы у нас для наших детей не только классно пользуетесь, вы и сестра, и подруга, и мама, и самый близкий человек, с которым можно можно говорить обо всем. Спасибо вам большое. Пусть у вас в жизни, дорогие наши друзья, никогда не будет горя. Пусть у вас всегда будет счастье. Пусть ваши дети, наши дети вас радуют. Спасибо еще раз. А сейчас я хотела бы предоставить слово нашим девятиклассникам. Субтитры подогнал «Симон»